Приветствую вас в живой экспозиции Дарвиновского музея. Ее обитатели это насекомые, пауки и многоножки из тропических лесов всего земного шара. Так уж случилось, что членистоногие животные это прекрасная высококалорийная пища. И неудивительно, что ими в тропическом лесу рады полакомиться практически все. И сегодня я расскажу вам о пяти суперспособностях насекомых, которые позволяют им выживать даже при таком повышенном к ним пищевом интересе. Способность номер один это маскировка. Прекрасно маскироваться умеют многие насекомые, но наиболее преуспели здесь палочники. Второе название отряда звучит как привиденьевые. Действительно, палочник по форме и цвету очень похож на веточку и появляется перед внимательным взглядом неожиданно, как это делают призраки. Палочники бывают самые разнообразные. Некоторые палочники похожи на лист, другие на сухой сучок. Тело палочника ананского скорее похоже на зеленую веточку, но остается одна незамаскированная часть, это голова. Хищники прекрасно знают, что если у кого-то есть голова, значит его можно съесть. Палочник и здесь нашел выход. Голову он научился прятать не куда-то, а в собственные ноги. В передних бедрах у него есть специальные выемки и в случае опасности палочник вытягивает передние ноги и становится похож на заостренный сучок. Кроме того, при передвижении палочники часто медленно раскачиваются из стороны в сторону. Это тоже часть камуфляжа, ведь веточки раскачиваются на ветру и палочник научился имитировать это движение. Вторая суперспособность – это броня. И здесь наиболее отличились жуки. Второе название отряда – жесткокрылые. Все дело в том, что верхняя пара крыльев у жуков со временем стала жесткой. Эти крылья не участвуют в полете и используются исключительно для защиты. Под ними находится тонкая перепончатая пара крыльев, на которых жук летает. Большинство жуков должны сначала поднять верхние крылья, чтобы взлететь, но бронзовки, как эта африканская, этим не занимаются. Все дело в том, что верхняя пара крыльев у них срослась и поднять они их просто не в состоянии. Тонкие перепончатые крылья жук выпускают сбоку в специальные выемки, как в руках жилетки. Третья суперспособность – это переход на ночную активность. Казалось бы, что тут такого? Мы тоже можем активничать по ночам, отдыхать днем. Но это огромный шаг для таких насекомых, как, например, бабочки. Ведь большинство цитковых растений готовы им предложить свой нектар именно днем. Стоит ли удивляться, что многие ночные бабочки, например, цинтия, и вовсе отказались от питания на взрослой стадии? Кстати, именно такой же особенностью обладает бабочка платиной моли. На взрослой стадии она совершенно не ест. А съесть нашу шубу вместе с шапкой может ее личинка – гусеница. Ночную бабочку легко отличить по крыльям. Обычно они невзрачные. Дневные бабочки узнают друг друга с помощью ярких крыльев и прекрасного зрения. Ночные бабочки ориентируются по запаху. Огромные перистые усики, похожие на два маленьких перышка, помогают уловить феромоны самки за несколько километров и найти партнера. Суперспособность номер четыре – это умение напугать обидчиков в сотни раз крупнее себя. Например, шипением. У меня в ладони шипящий мадагаскарский таракан. В случае опасности он сгибает спинку и резко выдыхает воздух через дыхальце. Дыхальце – это отверстие для дыхания по краешку брюшка таракана. По-нашему, это ноздри. Такой звук, похожий на шипение змеи, заставляет обидчика как минимум задуматься. А таракану позволяет быстренько убежать и спрятаться. А некоторые беспозвоночные научились отпугивать с помощью неприятного запаха. И это способность номер пять. Гигантский плащеносный таракан в случае опасности выделяет маслянистую жидкость неприятным запахом. Я думаю, для многих не секрет, что такой подарок на ладони могут оставить и жуки. Они защищаются с помощью капельки жидкого помета или даже токсичной гемолимфы. Ароматными могут быть и некоторые многоножки. Например, краснохребетный кивсяк. Когда я спрашиваю посетителей, чем пахнет кивсяк, то нередко слышу ответ больницей. Все дело в том, что через поры на наружном скелете кивсяка выделяется слабый раствор йода. Запах довольно резкий и уж точно не говорит о съедобности. Изобретательность насекомых в непростом деле самосохранения действительно поражает. Надеюсь, заживая экспозиция Дарвиновского музея помогла и вам узнать о некоторых из их самых интересных способностей. Бабочки спокойные, бабочки хорошие. Разогрелся. Давай другого возьму. Разогрелся слишком. Я не покажу. Он не будет шепить. Ну, почти закончился у него заряд. Ну, он как-то начинает доверять быстро. Он такой уж и малыш, ему скоро умирать. Кивсяка достаточно сняты? Или ты хочешь, чтобы он погулял?